На протяжении последних 25 лет мы слышали от азербайджанской пропаганды одну и ту же мантру, где сказать «Ох, как ненавидят Азербайджан» Ильха Малиев, Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна. Последние три года мы только и слышали от той же азербайджанской стороны, что у Азербайджана нет проблем с правительством Никола Пашняна, и воевали они с армией Кочаряна и Сержа. И надо отдать должное, азербайджанской пропаганде удалось свое население убедить в этом, что на самом деле далеко от истины. В сегодняшнем выпуске давайте постараемся разложить все по фактам. Действительно ли Азербайджан так ненавидел Роберта Кочаряна и годы его правления? А вот и нет. Недавно я летал в Черногорию, и там в отеле познакомился с человеком, который в 2000-х работал в СМБ Армении, и как мне показалось, очень классный человек, который был со мной искренен. Он меня сразу узнал, и мы с ним разговаривались. Он мне еще раз подтвердил то, что я слышал ранее, а именно, что Роберт Кочарян не был назначен Левоном Терпетросяном, и эту чушь придумали сторонники преступного карабахского клана. В реальности Кочаряна попросили перебросить из Карабаха в Армению работники КГБ России, и Левон Терпетросян вынужден был это сделать. А кто попросил КГБ России назначить Кочаряна в руководство Армении? Вы, наверное, не поверите, и поэтому я предлагаю вам поудобнее усесться. За Роберта Кочаряна хлопотал Алиев-старший. Ничего удивительного, так как и Алиев-старший, и Роберт Кочарян работники КГБ СССР, и Роберт Кочарян сам азербайджанец полунациональности, на которого в КГБ Азербайджана лежал компромат, в том числе сексуального характера. Кроме того, можно точно сказать, что армянские СМИ не раз писали, что Роберт Кочарян действительно родился в Дашкисанском районе, и последний, кстати говоря, это не опровергает. В официальной биографии Кочаряна говорится, что оба его родителя родились Карабахем. Его якобы отец Седрак Кочарян родился в деревне Астхашен Карабахем. Учился якобы в сельскохозяйственном институте Дагестана, затем вернулся и занимал разные должности, вплоть до начальника управления по сельскому хозяйству Нагорно-Карабахской автономной области. Мать Кочаряна, Эмма Уганян, родилась в Гадруцком районе Карабаха. Была научным сотрудником Ленина Кани, нынешней Гюмри и Степанакерти. Она прожила до 2015 года. Сообщения о ее кончине и похоронах были засекречены, непонятно почему, и скомканно выданы позже в армянских медиа. Таким образом, Роберт Кочарян не случайно из Степанакерта был переброшен в Армению и по сути стал шпионом Алиева-старшего, который дергал этой куклой как хотел. Интересен очень важный факт, который всецело проливает свет на характер отношений Алиева-старшего и Роберта Кочаряна. В октябре 1999 года Гейдар Алиев и Роберт Кочарян впервые провели переговоры на границе двух стран, которая, несмотря на перемирие, продолжала оставаться линией фронта. Лидеры общались в трейлере, размещенном в военной палатке у позиции на границе Армении с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана. Президенту Кочаряну некоторое время пришлось ждать прибытия своего коллеги. Гейдар Алиев вежливо извинился, объяснив опоздание тем, что давно не бывал в этих краях. По его словам, в каждом селе на маршруте следования автоколонны приходилось делать внеплановые остановки для общения с жителями, которые непременно хотели в честь высокого гостя зарезать барана у его ног. И тут всплывают интересные факты о том, что в СМБ Армении нет ни одного документа об этой встрече. Вы можете себе такое просто представить? А кто позаботился о том, чтобы в СМБ Армении не могли понять, о чем будут говорить два лидера? Выходит, Роберт Кочарян сделал все, чтобы никто ничего не знал о этой встрече и содержание разговора никто не узнал. В составе азербайджанской делегации, кстати, тогда был и нынешний лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Отмечу, что по данным армянских и азербайджанских СМИ, на этой встрече было достигнуто соглашение о выводе армянских войск из семи районов вокруг Карабаха без всяких условий. Тогдашнее руководство Армении приняло такое решение без согласования с Россией. Однако, спустя всего 16 дней после этой встречи случился теракт в армянском парламенте, и эта договоренность была аннулирована. Это официальная версия, а вот о чем реально договорились в палатке Гейдар Алиев и Роберт Кочарян, мы никогда так и не узнаем. Как думают, кстати, мои зрители и слушатели, сколько раз встречались Гейдар Алиев и Роберт Кочарян? Внимание! 23 раза! Извините, мы даже со своими тетями и дядями так часто не встречаемся, но самая роковая встреча была в Нахичеване и туда, в палатку, никого не допустили. А некоторые здоровые сотрудники СМБ Армении, которые в то время работали на важных постах, связанных с охраной Кочаряна, ни с того ни с сего, умерли. Все это говорит о том, что Роберт Кочарян был человеком Азербайджана, который был внедрен через КГБ во власть сначала Карабаха, потом Армении, чтобы расшатывать ее и уничтожить до состояния одной области, которая должна была в итоге войти в состав России. Когда Алиев говорит, что они воевали с Кочаряном и Сержем, это самая настоящая ложь. Ибо если мы посмотрим на все годы правления Ильхама Алиева, то он лишь четыре дня воевал в начале апреля 2016 года, и не более того. Он не нападал на суверенные границы Армении, у него всегда были радостные и приятные встречи с Кочаряном и Сержем Сарксяном. Алиев не видел угрозы ни в Кочаряне, ни в Серже Сарксяне, потому что при них Армения опустошалась, осталась без дорог, садиков, школ и экономики. А вот врагом своим Алиев считает Никола Пашняна и завидует его демократической форме правления, которая дает огромные результаты. Алиев видит, как Никол Пашнян шестой год поднимает Армению с колен, и это видит его народ. А это означает, что рассказывать басни о нищете народа в Армении уже не получается. Ведь для чего азербайджанские журналисты целыми днями врут, что в Армении все голодают? Чтобы заткнуть рот той массе азербайджанцев, которая плохо живет и находится на самой нижней ступеньке общества. В Азербайджане почти 9 миллионов человек, и не все живут в Баку или в особняках. Пропаганда Азербайджана, конечно, рисует только красивые картинки, но реальность другая, такая же, как и во всех странах мира. Есть богатые и есть бедные. В Азербайджане, как и в других государствах, есть уйма своих проблем. В Армении даже пустяк мы можем освещать, а вот в Азербайджане никто не может жаловаться на министра или чиновника. И это факт, это реальность. При Роберте Кочаряне и Серже Саркисяне Алиеву ничто не угрожало, так как эти президенты делали слабой Армению, и Алиева это вполне устраивало. А вот в Пашиняне Алиев видит угрозы для своей страны, так как усиление Армении его далеко не радует. Если мы посмотрим на фотографии Алиева с Кочаряном и Сержем, вот прямо сейчас они у нас на экране, то посмотрите, Алиев везде смеется с ними, как любимый и дорогой брат. А теперь посмотрим на фото встреч с Пашиняном, где Алиев всегда грустный, сконцентрированный, неприветливый. Не кажется ли это странным всем нам? Если Алиев и Азербайджан десятки лет проклинали Кочаряна и Сержа, то почему воюют с Пашиняном и нападают на его суверенные границы? Может потому, что Армения, Кочаряна и Сержа не нуждалась в нападении, так как сама разрушала себя? И потому Алиев и спешил с 44-гневной войной, когда увидел, что Никол Пашинян начал преобразование. К сожалению, Ильхам Алиев стал копией Владимира Путина. Он, как и последний, нападает на суверенные территории Армении, так же, как и Россия нападает на территории Украины. И если раньше Азербайджан везде говорил, что вот Карабах у него забрали и надо вернуть его, то сегодня эта страна уже в роли захватчика, солдаты которой стреляют, так же, как и российские солдаты, по мирным городам и приносят горе сталекам, детям и женщинам. Алиев 13 сентября 2022 года подло напал на мирных людей в Джермуке, Горисе и других населенных пунктов. От зависти этот человек пытается максимально навредить соседней стране и отвлечь азербайджанскую общественность от других вопросов. Роберт Хочарян и Серж Сарксян помогали Азербайджану во всем, и потому были зеницей ока для руководства этой страны. Они убивали всех патриотов на радость Азербайджану. Артур Макарчан убит Карабахским кланом. Монте Мелконян. Гибель подстроена Виталием Баласаняном и Робертом Хочаряном. Карен Демирчан. Вазген Сарксян. Хочарян и Серж убили Левона Гайропетяна, оставив Арцах без отца. И это тоже в радость Алиеву было. Алиева радовал также расстрел 1 марта 2008 года мирных ереванцев, которые устроили работники КГБ России руками Хочаряна. Кочарян и Серж, чтобы порадовать Алиева, издевались над Шарлем Азнауром и обидели его. При них все средства фонда Гайастан и Диаспоры разворовывались. Алиеву нравились Кочарян и Серж, потому что они обезглавили народы армянские и опустошали Армению. Ничего этого нет при Пашиняне. И наоборот, пошел очень быстро обратный процесс. Все это очень плохо. На самом деле, как бы это банально не звучало, что наш регион населяют завистливые народы. Мы все более завистливые, чем европейцы и азиаты. И это факт. Азербайджанский народ и ее власть наполнены завистью к свободному обществу с высокой долей демократии. Азербайджанский народ такой же завистливый, как и мы. И все народы за Кавказе. Еще со времен Тиграна Великого, царя армянского, и со времен султана Сулеймана, правившего в 15 веке в Османской империи, все народы научились друг у друга не только хорошему петь, читать и торговать, но еще и плохому сплетничать, завидовать и огромному сожалению убивать друг друга. Только тут хотелось бы обратиться к Ильхаму Алиеву. Армения развивается не на зло вашей власти и вашему народу. И процветание Армении не несет опасности вам и азербайджанскому народу. Важно быть не только лидером, который будет сидеть до конца жизни на своем кресле, но еще и нести человечность на планете. В дни рождения и в дни смерти любой человек беспомощен и равен перед небесами. И лишь один багаж он забирает в мир иной. Добрые дела на земле. Надеюсь, в Азербайджане это осознают. И осознают все, кто продолжает нападать на суверенные территории Армении. И нападать на женщин, детей, стариков и немощных мирных пунктов. Всем ума, добра и человечности. Вы смотрели и слушали очередной выпуск в центре объектива.